Партия «Единая Россия» готовится к проведению предварительного голосования. Мини-выборы «Единороссы» проведут в июне. Это позволит определить самых достойных кандидатов на места в городской думе. Что такое предварительное голосование? Где будут работать счетные комиссии? Кто же будет бороться за голоса выборщиков? Знает Ирина Бугрим. Предварительное голосование – это своего рода политическая игра. Ключевые игроки здесь – потенциальные кандидаты в депутаты. В сентябре жителям 4-го и 8-го многомандатных избирательных округов предстоит решить, кто будет представлять их интересы в городской думе. Предварительное голосование назначено на 3-е июня. Счетные комиссии будут работать в Доме культуры Украины и 5-й школе. Имеют право прийти проголосовать те люди, которые прописаны непосредственно на этом избирательном участке. Те, которые в сентябре будут голосовать уже на основных выборах. Выборщик приходит на участок, получает бюллетень и ставит одну отметку в бюллетене. Против одного кандидата, которого он считает самым достойным. Подсчет голосов будет проходить сразу, непосредственно после окончания выборов. И все участники голосования уже будут понимать и видеть результаты. В списке участников предварительного голосования 12 человек. По 6 кандидатов на каждый избирательный округ. Это врачи, нефтяники, педагоги, медики и общественные деятели. Павел Шулешко в прошлом году уже пробовал свои силы по 5-му избирательному округу. И стал в рейтинге 3-м. В этот политсезон идет не с пустыми руками. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это на территории избирательного участка номер 4. Три улицы Губкина, Ленина и Комсомольская. Объединение собственников жилья в организованные группы, инициативные группы, которые будут участвовать непосредственно в благоустройстве своих дворовых территорий. Это основная задача. Сегодня депутатская группа Единой России практически на 90% исполнила наказы избирателей. Есть определенные моменты, которые же все-таки нужно решать. И основной задачей, я считаю, это организация ТОСов. Пустым обещаниям здесь не место. Это один из приоритетов Единороссов. Партия власти готова помогать. Здоровое питание, городская среда, культура малой родины. Проекты Единой России включают в себя ключевые аспекты указов президента страны. На сегодняшнем этапе, конечно, важны и партийные проекты, и знания городской жизни. Вот по моему мнению, им надо пообщаться с жителями города. Понять их нечаяние. А потом уже вот именно чаяние жителей подвести под наши партийные проекты и начать участвовать в этих партийных проектах, чтобы они были полезны для жителей. Не просто узнать информацию для информации, а для того, для чего эта информация нужна. Депутат – это тот, который помогает людям в разных сферах, в разных моментах. Предварительное голосование в Муравленко пройдет по первой модели, то есть выборщикам не нужно заранее регистрироваться. Граждане, обладающие активным избирательным правом, получат бюллетень, лишь предоставив паспорт. Единороссы обещают учесть опыт прошлых лет и сделать процедуру еще более открытой. А поддержку от партии власти в сентябре получат лишь те кандидаты, которые займут в рейтинге высшую строчку. Ирина Бугрим, Сергей Шалафан, Владислав Дроботов. Новости Муравленко.